Хэй у народ, вы находитесь на канале Зайнадвенчер, и сегодня у нас будет обзор на мой новый лего кастом Синель Мальдозавр. Ну, а перед тем, как я объясню, кто это такой и что это вообще за хрень такая, я напомню вам про свой дискорд сервер, ссылка на который находится в описании, где вы можете пообщаться со мной, увидеть некоторые фото с рабочего процесса над моими предстоящими кастомами, пообщаться с моими подписчиками, поиграть со всеми нами в Майнкрафт и просто хорошо провести время. Ну, а теперь переходим к обзору. Итак, давайте сначала я назову вам генетический состав этого гибриды, и, как я уже искал, он называется Синель Мальдозавром, что, в принципе, вы могли увидеть и в названии видео. И основан он на геноме Акроконтозавра, в принципе, вы могли, наверное, это заметить, потому что у него есть такой вот огромный горб, который был и у Акроконтозавра, и у моего кастомного лего Акроконтозавра, только у моего Акро он был немножечко поменьше и без вот этих впадин. А что это за впадин, я потом объясню. И второй компонент его генетического состава это Дейнозуха. От Дейнозуха ему досталось строение челюсти, а именно вот эта вот впадинка небольшая у него ближе к носу, и плюс огромная сила укуса. То есть кусает он очень даже сильный, и, в принципе, вполне может прокусить прочно обшивкой какой-нибудь бронированной машины. Далее, Галапагостская черепаха. От нее, в принципе, ему достался вот этот вот панцирь на спине. И, как вы можете понять, панцирь защищает его от атак других хищников и просто динозавров, которые будут с ним сражаться. Далее, Жук-носорог. Он тоже прибавляет ему стойкости, делая его кости более прочными. Также более прочными делает он и зубы, как раз таки, и черепные кости, и когти на ногах и на руках, что также делает его более опасным в бою. Следующий компонент это Белая Акула. И от нее уже достался как и преимущество, так и недостаток. И с преимуществом ему достались электромагнитные импульсы, которые позволяют ему дальше видеть местность. Ну, точнее, я и сказать, даже не видеть, а чувствовать местность дальше. То есть он может опираться не только на свое зрение, слух и обоняние, а также и... Я не знаю, как это назвать, единственное слово, которое мне приходит на ум. Интуиция. Но это не совсем интуиция, это как бы... Ну, вы поняли, надеюсь. И последний компонент его генетического состава это слон. Слона ему достался такой, вроде-таки, хорошенький интеллект и плюс довольно сильные ноги, которые позволяют ему разбежаться и, допустим, ударить кого-то головой. В принципе, благодаря ДНК с жука-носорога у него довольно-таки крепкий череп, и он также может использовать его как оружие. И, в принципе, все, что я хотел про гибриды рассказал. Теперь давайте посмотрим на исполнение самой фигурки. Итак, как вы могли понять, уже делаю эту фигурку я на базе леговского тираннозавра. А, если быть точнее, я использовал свою старую версию спинозавра. Спинозавра из парковирского периода 3. Потому что от него у меня осталось тело и ноги. Хвост у меня, в принципе, не было у меня хвоста. Поэтому я просто взял крепление хвоста вот такое вот, которое у меня оставалось, и сделал ему хвост из фольги и глины. И получилось вот так вот. В принципе, как и у многих моих тарапот больших, я увеличил ему немножечко ноги, и на голове у него также довольно-таки много изменений есть. Давайте же посмотрим на них поближе. Во-первых, у него стал более острым вот этот вот затылок. Точнее, это уже часть шеи, потому что где-то вот тут вот у него заканчивается голова, а вот эта вот часть, это уже получается шея. Поэтому я решил ему сделать ее немножечко вот такой вот более острой. Также я ему сделал вот такие вот острые надглазные наросты, и немножечко саму глазницу ему подкорректировал, чтобы она была более правильной формы. Как я уже искал, добавил ему вот эту вот впадину на челюсти, и также небольшие такие детали вот тут на основании черепа. В принципе, с другой стороны так же, но тут получилось мне немного более аккуратно, потому что, как вы видите, тут у меня она, ну, немножечко повредилась. Но тут более-менее гладко. В принципе, пасть так же, как у тираннозавра, открывается, и открывается она настолько же, насколько и у тираннозавра. В принципе, тут ничего такого. Ну и также я ему сгладил тут вот этот вот нос, и сделал его немного с другим рельефом. Вот тут, как вы видите. Ну и также, как вы можете увидеть, у него тут уже с головы начинаются вот такие вот остеодермы. И продолжаются они тут вот у него по парусу, точнее по горбу, и идут почти до самого кончика хвоста. Поставим голову на место, и теперь давайте посмотрим на остальное. И у него довольно-таки новая конструкция лап, как для моих кастомов, потому что такую конструкцию я использую в первый раз. И в чём же её новизна? Во-первых, в том, что лапа не разъединяется, это единая целая деталь. И сделал я просто приклеив деталь лапы вот сюда вот к основанию. А во-вторых, в том, что я сделал ему вот такие вот пальцы тут. В принципе, с пальцами я сделал ещё на одном кастоме, который вы увидите не скоро, скорее всего, но увидите. Но об этом позже. И также я сделал лапы ему немножечко более загнутыми тут в кисти, чтобы они смотрелись немного более ужасающими. Дальше давайте посмотрим ему на спину. И как мы можем увидеть, тут у него идёт вот такой вот панцирь. И тут вы можете увидеть вот эти вот щитки, из которых как раз-таки и состоит этот панцирь. Их я, в принципе, просто вырезал зубочисткой, чтобы был... Их я, в принципе, просто вырезал зубочисткой, чтобы был вот такой вот рельеф. В принципе, с другой стороны, они не асимметричны, но я и не вижу в этом особого смысла. Потому что он, ну, должен быть не особо аккуратным. Ну, как бы, это гибрид. А гибридов создавать сложно. И поэтому, как бы, асимметрия у них это должно быть обычное дело, мне кажется. Далее, горб. И почему же он весь в таких впазинах? Во-первых, как я его сделал, я просто сделал тут горб из фольги и облепил его глиной. Ну, а эти впазины я пытался изобразить мышцы. Потому что, по моей задумке, горб у него состоял почти полностью из мышц, которые укрепляли шею, отходили в лапы и делали их более сильными, и также усилили его спину, чтобы он также был гораздо сильнее. Ну, в принципе, как я уже и сказал, я ему немножечко удлинил ноги, и про хвост я тоже всё сказал. Теперь давайте посмотрим по окрасу. Окрас у него довольно-таки мрачный, вот такой вот серый, и вот так вот он переходит сюда вот в светло-серый. Вообще, он мог быть сначала серо-белым, как белая акула, но я решил сделать его вот таким вот. И мне, в принципе, довольно-таки понравился результат. Как вы можете увидеть, тут также идут у него вот такие вот тёмно-серые пятна, и тёмно-серые полосы у него на горбу, и также вот эти вот шипы у него идут тоже тёмно-серыми. В принципе, как у моих многих кастомов, я добавил ему немного детализации вот таких чешуек на ноги и на лапы. На лапах они, конечно, не так заметны, но они тут имеются. Ну, и, в принципе, практически всё я сказал про этот кастом. Единственное, что я и пока что не упомянул, это то, что я ему немножечко посеребрил когти, чтобы они имели вот такой вот красивый металлический блеск. И также я сделал и с шипами. Как вы можете увидеть, шипы у него тоже немножечко отблёскивают. В принципе, как и панцирь. Ну, и на этом уже, думаю, про фигурку больше сказать нечего, и давайте же посмотрим, как она собирается. А данная фигурка состоит из восьми деталей, и давайте же начнём сборку, как обычно, с головы. Присоединим сначала нижнюю челюсть к верхней, ставим на место, и, в принципе, получилось вот так вот. Как вы можете заметить, челюсть отлично входит вот под эти вот, я не знаю, как называется эта хрень у них на черепе. Я не шарю в строении динозавров, как я уже и говорил в прошлом видео, но, тем не менее, тут всё отлично сходится. Присоединим голову ему на тело. Готово. Теперь поставим ему хвост. Тут, как вы можете увидеть, на хвосте у него немножечко не хватает шипов, но это сделано для того, чтобы оно вот так вот совпадало, и недостающие шипы как раз-таки находятся у него на горбу. Присоединим ему теперь лапы. Сначала правую, потом левую. И поставим ему ноги. Сначала также правую. И потом опять левую. И я только сейчас понял, что забыл вам сказать, какой же ему белая акула дала минус. А минус у него в том, что у него слабая дыхалка, то есть он быстро выдыхается в бою. И, в принципе, на этом всё. Это практически единственная его слабость. Ну, а теперь давайте посмотрим на него в сравнении с другими фигурками. Ну, и чтобы вы понимали размеры этого гибрида, давайте поставим сюда для сравнения лего человека. И, как вы можете увидеть, он гораздо выше и длиннее, чем Оуэн. В принципе, чего и следовало ожидать. Как вы можете заметить, только одна голова синельмальдозавра, как и, в принципе, у других тираннозавров лего и моих хастомов, сделанных на базе тираннозавра, будет почти в два раза больше, чем фигурка. А что уж говорить об остальном теле, который я ещё и удлинял ему, это делает его гораздо более массивным по сравнению с фигуркой. Теперь давайте поставим какого-нибудь другого терапода, например, тираннозавра. Как мы можем увидеть, тут у него размеры примерно такие же будут, как и у синельмальда. То есть, вот так вот, если их взять, то, как вы можете увидеть, синельмальда будет всего лишь немножечко длиннее, чем тираннозавр. Внезапный факт, название синельмальдозавр вообще не имеет никакого смысла. Это просто название, ну, которое круто звучит. И всё. Для следующего сравнения давайте впервые за долгое время поставим сюда коронозавра Рекса. Олды моего канала, наверное, помнят этот кастом. Это один из первых у меня нормальных кастомов, который получился, и мне он до сих пор нравится. Я даже не очень-то и хочу его переделывать. Хотя, наверное, стоило его немножечко увеличить, как и мои новые кастомы, например, того же синельмальдозавра. Но, тем не менее, кастомом я всё ещё доволен, поэтому давайте же поставим его вот сюда для сравнения. Как вы можете увидеть, он уже будет немного покороче, чем синельмальдозавр, и гораздо ниже, чем он. Во-первых, из-за того, что у синельмальда были удлинены ноги, и также добавлен такой вот парус. Ну, а если их вот так вот взять, то вы можете увидеть, что он гораздо короче, чем синельмальдозавр, даже если брать в сравнение того же тиранно-лофозавра. Теперь давайте поставим сюда спинозавра из парка юрского периода 3. И, в принципе, он будет вообще идентичен, по сути, к синельмальдозавр. Хотя, нет, он будет всё же немножечко длиннее, чем он. Ну и под конец сравнения давайте поставим его кастомного индоминус-рекса. Ставим его сюда вот, и, как вы можете увидеть, он тоже будет немного больше, чем синельмальдозавр. В принципе, я не считаю, что это как-то плохо, и наоборот, это даже прикольно, что есть какие-то динозавры, которые крупнее, чем синельмальда. Но, я думаю, ему бы это не помешало сразиться с индоминусом на равных. В принципе, когда-нибудь, может быть, я даже сделал такую анимацию, если хотите. Ну, а пока что, давайте посмотрим, как я делаю эту фигурку. Первым делом, как вы можете увидеть, я взял просто тело моего старого спинозавра, сделал ему новый хвост и горб. Также взял голову тираннозавра, поставил его сюда. Сделал ему новые лапы и разрезал ноги. После чего я сделал горб немного повыше, хвост потолще. Также приклеил обратно ноги. И также закончил скульпт на голове. После этого я сделал скульпт на всём остальном теле. Стало выглядеть это примерно вот так вот. В принципе, он просто полностью залепился. И также добавились элементы мышц у него на горбу. И вот этот вот панцирь. После чего я зашкурил фигурку и добавил ему вот эти вот шипы, которые идут у него от головы до хвоста. И после того, как загрантовал фигурку, начал её красить. А покрасил сначала в основные цвета, а именно в тёмно-серый и светло-серый. Сделал вот такой вот неровный переход между ними. И после чего я начал добавлять детали. Сделал более неровный переход между тёмным и светлым серым. Также добавил ему тёмно-серых пятен, которые идут у него вдоль тела и прямо до кончика хвоста. Ну а потом добавил ему больше деталей в виде пятен, таких же на ноги. Сделал также с другой стороны и добавил ему полосы на горб, а также немножечко полосы ему на голове. После чего я покрасил ему шипы на спине, когти, рот в красный, зубы, нарисовал глаза и также сделал когти и шипы цвета металлика. Ну и после этого кастом готов. Ну а пока Синельмальдозавр разбирается с двумя велоцерапторами из парка Юрского периода 3, с которыми он встретился, я закончу это видео. Если вам оно понравилось, то вы можете поставить ему лайк. Ну а если вы не хотите пропустить следующих видео на моём канале, то подпишитесь на него и нажмите на колокольчик. Ну а с вами был я, Зайнадвенчер, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.